МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. В этом году в областном центре планируется отремонтировать 42 улицы. Помимо этого, на четырех улицах будет проведена реконструкция, где также предусмотрят и ливневые канализации. Алия Досмагомбетова с подробностями. Обогатился на миллион тенге. Серийного вора задержали полицейские. Он промышлял в домах и квартирах Кустаная и Табыла. В Кустанайской области растет число заболевших корю. При этом вакцинация идет не такими высокими темпами, как хотелось бы врачам. Татьяна Калюжина с подробностями. Штрафы за неубранный снег начнут выписывать кустанайцам уже с 24 января. Это касается частных домов, офисов и предприятий. С начала зимы местная полицейская служба выписала более сотни представлений предприятиям города, которые не вывозят снег с прилегающих территорий. До сегодняшнего дня были просто предупреждения. И давалось время на устранение нарушения. Уже со среды, то есть 24 января, полиция города начнет штрафовать таких нарушителей. Восемь проекционных пешеходных переходов установят в Кустанае в этом году. Теперь водители и пешеходы будут видеть зебру в любую погоду, в дождь, снег и даже туман. А на четырех перекрестках появятся правоповоротные съезды. Руководитель отдела ЖКХ на аппаратном совещании рассказал о планах работы на этот год. Альяда Смагомбетова с подробностями. В этом году в Кустанае планируют отремонтировать 42 улицы городом. На 38 проведут средний ремонт, а на 4 планируется реконструкция. Она коснется улиц Баймагомбетова, Фролова, Назарбаева и Гоголя. Также в этом году планируют завершить ремонт на улице Сьянова. Местные жители ждут его уже несколько лет. На участке улицы Фролова от Абая до Алтынсарина добавят парковочные места. Жители микрорайона Жанакала поднимали этот вопрос уже неоднократно. Мы видим, что парковочных мест не хватает, Жанакала. Поэтому именно на Фролова будем расширять. То есть за счет зеленой территории будем делать парковочные места. Другого там выхода нет. Соответственно, там сети будем где-то двигать и так далее. Правильно? Плюсом, еще у нас есть дома, где Жанакала находится, где там 5 или сколько, 4 дома, которые должны уйти тоже под выкуп. И там, соответственно, мы должны делать парковки зеленой зоной. По такому же принципу появится парковка и по улице Наримановская, в тех же границах от Абая до Алтынсарина. Помимо этого, в городе отремонтируют 45 дворовых территорий. Как отметили в отделе ЖКХ, таким образом, к концу этого года, уже 90% дворов будут считаться обновленными. Ремонт оставшихся запланирован на 2025 год. Ожидается в этом году и нововведение на дорогах. Для организации безопасности пешеходов в проезжей части дороги в текущем году планируется устройство 8 проекционных пешеходных переходов на общую сумму 27,6 миллионов тенге. Эта проекция будет видна в любую погоду, в дождь, снег, туман и слякоть. Руководитель отдела ЖКХ также отметил, что в этом году на 10 участках установят ливневые канализации. На это из бюджета было выделено 150 миллионов тенге. В прошлом году ливневка появилась на одном из проблемных объектов – это мост Печестер. Теперь при реконструкции дорог будут сразу предусматривать и установку ливневок. А еще на нескольких кустанайских дорогах появятся выделенные полосы для поворота. В 2024 году в рамках снижения транспортной нагрузки в городе Кустанай отделом ЖКХ совместно с сотрудниками полиции разработана дорожная карта безопасности, согласно которой планируется устройство выделенных полос в направлении направо на четырех перекрестках, а также расширение проезжей части и устройство постоянной зеленой стрелки направо на 14 перекрестках. По словам Дениса Петрухно, подобные полосы в 2023 году уже показали свою эффективность, например, на повороте с улицы Дощанова на Уральскую, а также с Данинбаевой на Назарбаева. Хамзан Урпийсов, Виктор Ваташко, Алияда Смогобетова, РТН. В этом году в Кустанае появятся 44 новые остановки, и только три из них будут теплыми. В прошлом году в городе установили 10 теплых остановочных павильонов. Места под них выбирали самые оживленные. К примеру, теплая остановка появилась в районе Центрального рынка и возле поликлиники номер 2. Мы поставим теплые остановки именно где нуждаются люди, где больше просили. Три места. Это Кунай, это где еще? На КСК, да? На КСК и третье. И в районе 2 Кустаная. В районе 2 Кустаная. Мы там поставим, но обратно же, за это полиция, это обратно же надо сводить в камеру, надо сводить ЦОУ, это будет полиция работать. Будем воспитывать. Что делать? Это конечный. Там дети ездят, люди обращаются. Остальные остановки, вот сейчас он правильно сказал, вот 41, да, если не ошибаюсь, мы сделаем вот уже просто крытый. Вот в этом году хороший пример остановочного павильона. Вот по Абайе поставили, в принципе, закрыто сверху, снизу не поддувает, стеклянно людям видно, освещен. К другим темам. Серийный вор задержан Кустанайской полицией. Домушник орудовал в двух городах области в течение месяца и успел обогатиться на 1 миллион тенге. Полицейские рассказали, каким образом подозреваемый попадал в квартиры, что успел вынести и как его задержали. Подозреваемого в совершении нескольких квартирных краж сотрудники полиции задержали, когда он на такси ехал с очередного дела. Спецназовцы и оперативники преградили путь автомобилю, вытащили мужчину из машины, надели на него наручники. В салоне машины была обнаружена его добыча. На этот раз это был ноутбук. 45-летний преступник в течение одного месяца совершил пять краж путем проникновения в жилые помещения. Он повреждал замочные скважины и отжимал окна. Вор-эпизодник совершил серию квартирных краж на общую сумму более 1 миллиона тенге. предметными постигательствами были золотые изделия и компьютерная техника. Орудовал мужчина, как сообщают полицейские, в Кустанае и то были. Замки взламывал специальным приспособлением, но редко. Чаще отжимал монтировкой пластиковые окна. По словам полицейских, сделать это нетрудно. Из квартир выносил все, что имело какую-либо ценность. И таким образом добыл ноутбук, телевизор, ювелирные украшения. Украденное сдавал в ломбарды, сейчас вещи частично изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Общей сложности ему грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Выясняется причастность мужчины к совершению других подобных преступлений. Полиция просит граждан принять меры по сохранению своего имущества, для чего можно установить камеры видеонаблюдения или охранную сигнализацию. Ранее полиции был задержан дуэт воров, которые действовали также в Кустанае и то были и за два месяца вынесли из частных домов вещей на 5 миллионов тенге. Олжас Есен-Жигитов, Наталья Луговская, РТН. Уровень преступности в Кустанайской области снизился. Об этом сообщают сотрудники прокуратуры региона, которые подвели итоги работы за 2023 год. Снижение, причем существенного, удалось добиться почти по всем видам правонарушений. Также представители прокуратуры рассказали, каким образом удалось не допустить растраты государственных средств на миллиарды тенге. Убийств, краж, грабежей, правонарушения в общественных местах и на улицах в 2023 году в Кустанайской области совершено меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают сотрудники прокуратуры области. На днях ими были подведены итоги совместной с органами местного управления и полиции работы. Меньше в регионе стало подростковой преступности и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее существенно удалось снизить уровень скотократства сразу на 65%. Это, во-первых, праворазъяснительная работа среди гражданского населения, во-первых. Второе, то, что наше население стало более цифровизировано, то есть это чипирование скотины и установление также видеокамеры. Все это позволяло буквально оперативно устанавливать и похищение, и, соответственно, преступникам стало нерационально проводить такие правонарушения. В итоге принятых органами комплексных мер и общий уровень преступности в регионе снизился на 16,3%. Все при строгом соблюдении законности, за которым следят непосредственно сотрудники прокуратуры. С ними согласовываются ключевые процессуальные решения. Почти в 700 случая в согласовании ими было отказано. Благодаря этому недопущено необоснованное вовлечение в орбиту уголовного преследования 37 граждан. Освобождено из служебных помещений различных силовых структур 27 человек. Из изоляторов временного содержания 8. В социально-экономической сфере защищены права более 328 тысяч граждан, а также 18 тысяч предпринимателей. Взыскано порядка 5 миллиардов тенге и возвращено 97,3 тысяч гектаров пастбищ стоимостью порядка 1 миллиарда тенге, а также участки лесного фонда стоимостью 60 миллионов тенге. Прокуроры отменили 12 решений о государственных закупках на сумму более 2 миллиардов тенге. В течение года проводилась работа по взысканию долгов. В результате к административной ответственности приличено более 400 лиц. Уголовные более 40 должников по алиментам. Таким образом удалось взыскать задолженность доход государства на 380 миллионов тенге и задолженность по алиментам на 206 миллионов. По материалам прокурорских проверок начато 5 досудебных расследований, в суд направлено 3 уголовных дела, осуждено 3 лиц. В уголовно-судебном надзоре по инициативе прокуроров приведены в соответствии с законом судебные акты в отношении 74 лиц, а также улучшено правовое положение 21 осужденного. Прокуратурой уже поставлены задачи на этот год, среди которых защита предпринимательства, профилактика правонарушений и обеспечение принципа неотвратимости наказания. Алжас Есенжегитов, Виталий Луговской, РТН. Продолжаем выпуск. В Кустанайской области продолжает расти количество заболевших корью. Сейчас их уже 312. Только январь добавил в это число 93 человека. В конце прошлого года в стране началась дополнительная иммунизация в основном детей. В нашем регионе таким образом вакцину получили 33 тысячи человек из 44 тысяч запланированных. Сейчас медики пытаются довести план до конца. Как это получается, расскажет Татьяна Калюжная. В первой поликлинике Кустаная больших очередей в этот прививочный кабинет нет. Здесь по записи принимают детей от 6 месяцев и старше, чтобы провести им иммунизацию от кори опасного вирусного заболевания. По городу Кустаной 161 подтвержденных случаев. Из них по нашей поликлинике 25 детей подтвержденных случаев кори. Были случаи, например, по два случая. Например, во второй школе по два случая. Ну и дети непривитые. Как правило, болеют все дети непривитые и дети, которые отказываются родители. Очень много отказов у нас на сегодняшний день. Очень много детей сейчас болеют. Сейчас в Кустанайской области 312 человек болеют корю. 20 из них сейчас находятся на лечении в стационарах. 11 из их числа это дети. В конце ноября и декабря прошлого года в стране стартовала дополнительная вакцинация от этого заболевания. Специалисты отмечали, что из-за коронавируса прививочный календарь серьезно сдвинулся и некоторые дети пропустили свои прививки. В нашем регионе намеревались провакцинировать 44 тысячи человек. Это дети от полутора и до четырех лет. И взрослые медики, для которых эта вакцинация тоже обязательно. 76% от плана врачи выполнили. Теперь они намерены охватить оставшиеся, причем с включением в него и детей постарше. Что касается подростков, то проводится наверстывающая иммунизация до 18 лет. лицам, кто пропустил либо первую, либо вторую прививку. Не получил ни первую, ни вторую. Вакцинация проводится с информированного согласия родителей добровольно в поликлиниках либо выездными бригадами. Последние же у нас 6 лет делаются, да? Ее действия этой прививки 10 лет или 20? Ну, согласно медицинской документации 25 лет имеется иммунитет. Врачи рекомендуют родителям перед тем, как отказываться от прививки, проверить, есть ли у их ребенка прививка от кори. Прививочные календари хранятся у медиков в детсадах и школах. В электронном варианте через Дому Мед можно посмотреть данные только за последние два года. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная РТН. Сельхозтоваропроизводители Кустанайской области могут дополнительно сдавать фуражное зерно в проткорпорацию. Заявки пока принимают, но как долго это продлится точно неизвестно. Все зависит от того, насколько свободными будут оставаться объемы, выделенные для других областей. Сейчас, к примеру, наш регион использует квоты, которыми не воспользовались Абайская и Восточно-Казахстанская области. В Кустанайской области продовольственная контрактная корпорация продолжает закуп зерна, который планировали завершить в конце декабря прошлого года. Напомним, что этот закуп был объявлен, чтобы помочь аграриям в реализации зерна 4-5 класса и фуражного тоже. Однако, оказалось, что часть областей не воспользовались выделенной квотой, а в общем в республике планировали закупить 350 тысяч тонн пшеницы. Кустанайская область свою квоту 90 тысяч тонн в течение декабря выполнила. Тем более, что ранее нужные лабораторные анализы на микотоксины зерна были отменены. Это важное решение. Почему? Потому что, чтобы получить протокол испытания и сделать его на микотоксины, сельхозтоваропроизводитель требовалось поехать на элеватор, сделать отбор проб, потом сдать в аккредитованную лабораторию, в которой она делается 4-5 дней. То есть, наши сельхозники теряли время, то время, которое они могли потратить и получить деньги. Сейчас в Костанайской аграрии сдали уже почти 150 тысяч тонн зерна. Большая половина внеклассная, другая половина четвертого и пятого классов. В общем, участником прямого закупа стали 191 сельхозтоваропроизводитель. Им уже выплачено 7,8 миллиарда тенге. Как отмечают в проткорпорации, больше 70 тысяч тонн собранного зерна внекласска. Его, кстати, планируют к отправке в страны Средней Азии. Данные объемы расположены на элеваторах. При приемке элеватора довели, то есть они его влагу уменьшили до 12-12,5%. То есть данное зерно в сохранности находится. Порчи и угрозы данному зерну нет. То есть элеватор соблюдает все требования необходимые для сохранения данного зерна. Проткорпорация продолжает закупать зерно у аграриев и сейчас принимает нацкомпания пшеницу и у крупных и у мелких сельхозтоваропроизводителей. Причем только внеклассное зерно. Поэтому агробизнесменам, которые хотели бы продать свой урожай, следует поторопиться. Стоимость тонны 50 тысяч тенге. Если говорить в разрезе районов, то в числе тех, кто больше всего реализует зерно продкорпораций, значатся миндогоринцы, короболчане, царокольцы и ауликольцы. Алексей Краснов, Татьяна Калюжная, Валерия Зиновьева, РТН. С пользой для здоровья в Кустанайе работает беговой клуб, где любой желающий может заниматься легкой атлетикой, даже не имея профессиональной подготовки. Он рассчитан на людей разного возраста и уровня подготовки. Причем занятия проводят опытные тренеры и абсолютно бесплатно. На одной из тренировок в Табула-арене побывала и наша съемочная группа. У Татьяны Неразнак в беговом клубе бесплатные тренировки для всех, независимо от возраста. Мастер спорта по легкой атлетике рассказала, что каждому участнику здесь гарантирован индивидуальный подход. Не обязательно бегать, например, можно заниматься скандинавской ходьбой в соответствии с уровнем подготовки и желанием. Можно чередовать бег, ходьба плюс какие-то упражнения. Я думаю, что не только бег, но и какие-то упражнения, они улучшат качество жизни, здоровья и настроения. Тренер Токеш Ибраев отметил, что желающих посетить беговой клуб становится все больше. Бег пользуется популярностью благодаря своей простоте, доступности и полезным свойствам для здоровья. Некоторые, кто изначально пришел для укрепления здоровья, уже начали заниматься бегом на серьезном уровне. У нас есть люди, которые пришли, которые никогда не занимались спортом. Они учились, были студенты, они тоже были освобождены и никогда не занимались. Они пришли именно попробовать себя. Им понравилось. И сейчас даже про них нельзя сказать, что они когда-то были освобождены. Они так тянулись, уже бегут по разрядам, выступают на соревнованиях. Это те, которые никогда не занимались спортом профессионально. Одна из участниц клуба многодетная мама Наталья Салатова. Она рассказала, как проходят ее тренировки. Изначально женщина начала заниматься для собственного здоровья, но сейчас активно участвует в соревнованиях и посещает клуб вместе со своей семьей. То силовая, то какие-то скоростные, то наоборот на выносливость упражнения. То есть это все чередуется. И в конце, конечно, идет у нас растяжка в конце. Так что все проходит очень так, тепло, даже в конце приносит чай кто-то, и мы наслаждаемся, согреваемся этими моментами приятными. Тренировки в беговом клубе проходят очень активно и насыщенно. Участники уже стали сплоченной командой и с удовольствием посещают тренировки. Еженедельные бесплатные занятия проводятся в Тобол-арене каждое воскресенье в 9 утра. Виктор Ваташко, Алия Досмагомбетова, Лилия Янбаева, РТН. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания.